Эх, братцы, многому пережили всю пустую. Что это? Аполлон? Отдайте, Меркурий Иванович, это личное письмо. А почему же конверт с казённым штемпелем? В конце концов, это непорядочно, это... Нет, Аполлон, я не буду смотреть. Но ты мне сам скажи, от кого ты получил это письмо? Ты куда едешь, Аполлон? Что вам за дело, Меркурий Иванович? Ну что вы всё ко мне цепляетесь? Вы сами сперва объясните, куда вы едете? А ну, Сашка, читай, что тут написано, а? Не стоит, Меркурий Иванович. Я чужие письма никогда не читал. И поздно уж начинать. Не письмо читай! Адрес на конверте. Благотворительное убежище для престарелых немощных артистов. Имени... Читай, Сашка! Имени безвременно почившего Алексея Ниловича Овсянникова, сына купца первой гильдии, неудавшегося актёра. Отдайте письмо. Вы жестокий, насмешливый человек. Что, Аполлон? Видно, совсем плохие твои дела. Я ж твои-то ценные бумаги. Не смейте смеяться, это подло. Да, я откладывал, копил, откладывал на чёрный день. На такой день, как этот. Впрочем, смейтесь, что же я. Вот вам повод посмеяться. Забавнейший анекдот, как артист Райский отдал все свои деньги проходимцам, мошенникам, которые обещали ему приумножить капитал. Ну, что же вы не смеётесь? Это же прелесть как весело. Болван Райский попался, как ребёнок, как курица. Ему дали бумажки с печатями, Филькины грамоты. Он целый год ждал, что получит кругленькую сумму. И, может быть, домик в Подмосковье. Проживёт безбедно свою старость. Ну, а теперь не будет домика. Не будет цветов на окне и маленького огорода. А будет койка в богадельне, чужой горький хлеб и холодное забвение. Значит, и здесь товарищами будем, Аполлон Ильич. Так, Сашка. И ты? И я, Меркурий Иванович. Я ведь про ангажемент присочинился. Нет никакого ангажемента и не было. Еду я из больницы, и адрес назначения у меня тот же. Богадельня для артистов, устроенная купцом первой гильдии Нилом Овсянниковым в память о своём сыне, неудавшемся актёре, умершем от чахотки и пьянства. Что же, Михаилевна, вот и слава. Будет хоть там знакомая душа. А то еду, и сердце сжимается. Куда, зачем, кто меня там ждёт. Не лучше ли было, как ты сказал, Давича? Стыдно мне, братцы. Стыдно и горько. Что же затворится в мире, когда кумиры публики, любимцы тысячной толпы, до старости нет ни средств, ни места, где можно достойно окончить свою жизнь? Стыд. Позор. А нельзя не признаться. Снова бы с вами в одном корыте браться. Я ведь тоже туда еду. Магодельню. Ты же возьмёк на подачках этого треклятого кумуса. Да как же. Вы это, Меркурий Иванович, вы по тысяче за выход брали. Неужто и вы на старости ли... А-а-а! В чём-то таянии им должны кормиться. А нечем больше кормиться, Сашка. Я ведь и правда вышел на сцену в пьянках сапожник. Спектакли не доиграл. Отреприрование заплатил, и ещё и все вещи ковидковал в счёт убытков. Так, Меркурий Иванович, молчи, Аполлон. Молчи, иначе ты всё снова испортишь. Лучше выпьем с тобой. А что ж, Меркурий? Выпьем мы, братцы, за нас актёров. Во всём мы грешны. Вот, кулакаем, скандалим, развратничаем. Зато мы простые и наивны, как дети. Зато мы не помним зла. И каждый из нас готов отдать последнее, чтобы помочь больному товарищу. Так это браво, Меркурий Иванович. Вот это хорошо. Примирела нас богодельня. Вот как получается. Твоя правда, Аполлон. Смирился гордо дух. А за всем придет ангел с горячим мечом. И содрогнёмся мы. Пойдём на колени. И будем мы бегнуты в гиенну огненную. Полный вам, Меркурий Иванович. Господь, ну, а серд? Я думаю, не будет там никакого ангела с огненным мечом. Гиены не будет. А что же там? А поле? Поле с цветочками, махонькими. Всё колокольчиками, дуницами. И небо над полем ясное, тихое. И речка. Пойдём мы с вами по этому полю. А у речки сидит старичок. Рыбку уйдет. Увидит он нас. Божьих скоморохов и спросит. Что же вы, братцы? Каковы жизнь прожили? Грешили. Грешили, дедушка, ответим. Кто же без греха-то? Ну, давайте, скажет. Покажите-ка души ваши. И покажем мы всё, что сохранили в глубине сердец наших. И злость свою, и горе, и обиды, и радость, которую делили с товарищем. Покачает головой старичок, ничего не скажет. А потом возьмёт наши души. Прополосит в речке. А вода в ней чистая, ротниковая, и отдаст обратно. И поймём мы, что много на нас дурного налипло. Но всё нечистое отмывает вода милосердия. А всё хорошее остаётся. И старичок махнёт нам рукой. Ступайте себе, родимые. И пойдём мы. Так будто снова в детство вернулись. Всё вокруг будет тихое, родное. И будет в душах наших радость и покой. Сашка. Так ли? Ах, как бы хорошо было бы. А ты снова врёшь. Может, и вру, Меркурий Иванович. А может, и правда говорю. Может, я во сне всё это видел. А сон-то был с четверга на пятницу. Вещи. А что это, господа? Кажется, станция. И правда, станция Аполлон Ильич. А что же не вытелено? Чудесная ночь, свежий воздух, луна. И буфет. У меня, господа, есть три рубля. Да ты богат Аполлон. Видно, не всю твою кубышку вытрясли. Ах, друзья мои, верно сказал классик. Бывают в жизни артиста минуты, Когда он стремительно спешит К своей цели, Как из лука стрела, И остановить его напрасный труд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok